Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала улправда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Ульяновские чиновники повышают квалификацию. Аллея на Камышинской получила второе рождение. Добровольные пожарные дружины спасли жизнь пострадавшему. С тротуаром и остановками улицу Волжскую приводят в порядок. В Ульяновске в эти дни проходит 10-й международный кадровый форум «Глобальное лидерство в эпоху цифровизации». В рамках форума прошли выступления ведущих российских и зарубежных экспертов. Подробности у Натальи Чумаченко. Во Дворце творчества детей и молодежи открылся 10-й международный кадровый форум «Глобальное лидерство в эпоху цифровизации». В конференц-зале стартовал первый модуль программы «Высшие школы административного управления, городские сообщества, комьюнити менеджмент как стратегия коммуникации с населением». «Я очень надеюсь, что благодаря тому, что я пригласил сюда корпоративный университет в Ульяновской области, мы обсудим сегодня с сотрудниками власти, с чиновниками, с депутатами именно вопросы открытых коммуникаций с населением, потому что сейчас очень важный переход в государстве происходит от создания имиджа власти к реальному диалогу». В приветственном слове к участникам глава региона отметил, что для устойчивого развития политической системы Ульяновской области и страны в целом необходимо обеспечение подготовки компетентных политических кадров. «Тематические тренинги и семинары программы Высшей школы административного управления должны помочь развить управленческие и профессиональные навыки чиновников среднего и высшего звена. Спикеры раскроют секреты использования современных цифровых технологий и обучат слуг народа правильному общению с населением в соцсетях». «Приходим к выводу, что без знаний, без обновления информационной политики, конечно, очень серьезно сегодня и недостатков много можно допустить в управлении и городами, и селами, и в целом в работе. А нам, как городу Ульяновску, конечно, мы прекрасно понимаем огромное-огромное городское хозяйство. И сегодня управлять старыми методами водоканалом, ульгесом, строить дороги, обновлять на сегодняшний день городской ландшафт по старинным привычкам, конечно, это уже не подходит». В рамках форума запланировано выступление ведущих российских и зарубежных экспертов с многолетним опытом формирования государственной политики в сфере управления, а также специалистов в области глобального лидерства, устойчивого развития и цифровизации. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. В Ульяновске реализуется национальный проект безопасной и качественной автомобильной дороги. В 2019 году по данному проекту в городе восстановят более 12 километров дорожного полотна, а в целом по региону более 100 километров. Как ремонтируют дорогу на улице Волжской? Смотрите в нашем материале. Дорога на улице Волжской на верхней террасе не ремонтировалась с 90-х годов. Семья Рафиса Сабитова живет в микрорайоне с 1995 года и признается – дорога всегда была в плохом состоянии. В этом году городостроители обратили внимание на проблемный участок. Кроме ремонта самого покрытия установят тротуар для пешеходов и три остановки общественного транспорта. Очень радует, да, что положили новый асфальт. Еще радует то, что теперь будет здесь тротуар, детям будет где прокатиться на велосипеде. Рады не только семья Сабитовых. Асфальтированная дорога в частном секторе – участок оживленный. Жители неоднократно обращались к депутатам и администрации с просьбой отремонтировать дорогу. Много лет местной детворе приходилось идти в 74-ю школу по проезжей части. На сегодняшний день в графике идет строительство тротуара более двух километров, которое позволит безопасно людям передвигаться в сторону храма, который на улице Волжской находится очень востребованной. Второй момент связан с тем, что дети идут в школу. На сегодня уложено 70% нижнего выравнивающего слоя. После монтажа бордюрного камня планируется уложить верхний слой щебеночного мастичного асфальтобетона. Работы обещают закончить до конца июля. Кроме Волжской, ремонт начат и на других участках Заволжского района. На улице Деево подготовили к асфальтированию верхнего слоя. Завершаются работы по укладке нижнего слоя на Волжской, на Одесской. Ведутся подготовительные работы по установке тротуара, тоже готовят под асфальтирование верхнего слоя. Также ремонт начат на проспекте Дружбы народов в Новом городе. Работа производится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году на его реализацию выделено почти 2,5 миллиарда рублей. Добровольные пожарные дружины и охраны вновь проверили свои силы. В Ульяновске прошел ежегодный смотр конкурсов, где выбирали лучших добровольцев. В этом году в состязании приняли участие более 70 человек. Они делают это не по долгу службы, а по зову сердца. Показать свой профессиональный подход к делу добровольные пожарные дружины и охраны со всей Ульяновской области могут на ежегодном смотре конкурсы среди общественных пожарных формирований. В этом году участие в состязаниях приняли 70 добровольцев. Ежегодные мероприятия у нас проводятся в несколько этапов. Это уже крайний этап. Сначала на первом этапе подразделение добровольной пожарной охраны у себя в районах проводят соревнования. Потом соответственно выбираются лучшие в районе и от района выезжают на областной уровень. Первое место также дает право команде отстоять честь региона уже во всероссийском смотре. Добровольная пожарная дружина из Маинского района становилась победителями регионального этапа три раза. Главный талант. Уже, как говорится, ребята молодые у меня, так что они уже, каждый из нас свое место. Фарид Бадаев организовал пожарную охрану в селе Большой Черклей Николаевского района 19 лет назад. Затем к делу отца присоединились два сына. На собственные средства семья восстановила пожарную машину и гараж. Самый случай, это вот в моей практике было, это вот станция Никулин, когда в девятом году 14 домов сгорело. Мы там семьей неделю работали. Самые. Ну а так вот сгорание травы на дворной постройке. Мы всегда выезжаем. В прошлом году у нас 27 выездов было у нас. После ознакомления с правилами состязания первыми на старт выходят добровольцы из Корсунского района. Команде предстоит преодолеть четыре этапа по боевому развертыванию и проведению аварийно-спасательных работ. Первая точка – резко металлических прутков. После дружинники бегут на второй этап, где пострадавшему нужно оказать доврачебную помощь. Третий и четвертый этап объединены в один. После того, как потерпевшего погрузили в машину скорой помощи, добровольцы приступают к тушению пожара. Кто-то прокладывает магистральную рукавную линию от пожарного автомобиля и поражает мишень. Кто-то занимается боевым развертыванием от мотопомпы. Главный критерий состязания – не скорость и время, а грамотное и точное прохождение каждого этапа. Ринат Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Аллея на улице Камышинской попала в программу формирования комфортной городской среды. Теперь место отдыха по-настоящему расцвело. Его украшают новые лавочки, игровые зоны и фонари. Открытие совпало с одним душевным и социально значимым праздником. С каким именно – узнаете в нашем материале. Больше сотни ульяновцев накануне вечером собрались на улице Камышинской на красивые и облагороженные аллеи. Новая тротуарная плитка, фонари и удобные лавочки также не забыли и про зоны активного отдыха. Турники и спортплощадки уже пригодились. Ребята из спортивных секций используют их по назначению. Прошлый год стал решающим для этой территории. Ульяновцы сделали ее участницей программы формирования комфортной городской среды. В 2018 году, когда у нас шло голосование, какие же территории в городе в приоритетном порядке должны быть благоустроены, победила. Она заняла второе место. 9626 человек проголосовало за благоустройство этой территории. Церемонию открытия аллеи решили провести во Всемирный день соседей. Праздник молодой его начали отмечать в 2000 году в Париже. Позже соседскую волну подхватил и весь мир. Ульяновская область в стороне не осталась. Место народных гуляний посетил губернатор Сергей Морозов. Он не только поздравил ульяновцев, но и вспомнил, какой была аллея в разные десятилетия. В момент создания его это было красивейшее место в Ульяновске. Я жил вот здесь через Виягу в Кендяковке. Мы сюда приезжали, смотрели и завидовали, как здесь люди живут, когда было это все построено. Потом в 90-е годы, начало 2000-х годов мы видели о том, что все это находилось в ужасном состоянии. Это место, где люди были такие антисоциальные, собирались. На Камышинскую съехались и представители территориальных общественных самоуправлений. Председатель ТОС Орловский Александр Козлов успел похвастаться своими дружными и порядочными соседями. У нас соседи, именно соседи по дому знают, по-моему, всех от детишек до внуков по именам и даже домашних животных. Возвращаясь к теме благоустроенного объекта, стоит упомянуть о масштабах проведенных работ. Полтора километра тротуара покрыто качественной плиткой, а два гектара парковой зоны полностью переоборудованы. В перезагрузку места отдыха вложено чуть более 27 миллионов рублей. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. В последний день весны, 31 мая, отмечается Всемирный день без табака. Сегодня ульяновцы смогли пройти скрининг-тестирование, включающие в себя измерения артериального давления, роста, веса и определения индекса массы тела. Подробности в нашем материале. 31 мая – Всемирный день без табака. В рамках борьбы с курением Центр здоровья для детей организовал площадку здоровья для жителей и гостей города в одном из торговых центров. Мы пытаемся привлечь население, родителей, детей к своему здоровью. Когда они видят такой, скажем, небольшой мастер-класс по осмотру, такому скринингу-осмотру, им становится интересно, они видят какие-то свои нарушения, они уже потом повторно к нам приходят в поликлинику и проходят тщательный осмотр. А взрослые приходят по месту жительства в свои Центры здоровья. У нас есть и взрослые, и детские. Ульяновцы смогли пройти скрининг-тестирование, включающее в себя измерение артериального давления, роста, веса и зрения, определение индекса массы тела. Специалисты Центра здоровья проверили уровень угарного газа в выдыхаемом воздухе и проконсультировали пациентов по вопросам профилактики различных заболеваний. За три часа работы сотни участников акции получила информационный материал профилактической направленности. Ну, на акцию попали в первый раз, интересно просто. И все. Как вы, что это полезно? Ну, полезно, по мере с ростом веса, давления. Варвара, скажи, пожалуйста, тебе понравилось быть в трубочку? Да. Что тебе тетя сказала? Что я очень хорошо думала. Спасибо большое, проверила я свое давление. Давление хорошее. Стараюсь, конечно, не волноваться. У меня давление поднимается только, когда я волнуюсь, стрессы какие-то. А так у меня со здоровьем все в порядке. Напомним, проект «Площадка здоровья» проводится Центрами здоровья уже пять лет в торговых центрах города Ульяновска в рамках фестиваля здоровья, агитпоездов и других праздников. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, в выходные будет теплая погода. Завтра днем в Ульяновске столбик термометра поднимется до 27 градусов по Цельсию. Высока вероятность небольшого дождя. Ветер западный 4 метра в секунду. Магнитное поле спокойно, ультрафиолетовый индекс равен 3. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале ulpravda.ru по будням в 18.50. Хороших вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok